Привет, мои хорошие, с вами Сирена Свей, и сегодня мы тут с Деником вдвоем решили снять для вас видео покупочки для новорожденного, и я захотела показать вам некоторые покупочки, которые мне нравятся, и которые я хотела бы поделиться с вами, что я купила, в общем, что хорошо подходит, и что, может быть, не стоит покупать, в общем, сейчас по ходу разберемся. Денька не спит, спать не хочет, вредный мальчик, в общем, с нами снимает. Сегодня мы были в Ашане, купили, ой, смотрите, купила какой костюмчик, мне так нравится в Ашане, на самом деле они недорогие, уже размерчик у нас 62-й, прям вообще нам впритык, смотрите, какой красивенький, и у него вот мягкая ткань, вот я покупаю, чтобы мягкая ткань была, потому что детишки, если их сильно-сильно укутать, они потеют, если они потеют, у них потничка возникает, поэтому вот ткань должна быть мягкая, в любом случае, мягкая и не такая прям сильно теплая, не знаю, во всяком случае, мы в машине, дома у нас жарко, только вот костюмчик мы ему купили, вот про него я вам говорила, что вот смотрите, видите, везде клепочки, вот это самое удобное, в первые два месяца вообще суперудобно, очень оперативно. Дальше мы купили наши памперсы любимые, мы определились, вот мы купили три пачки вот таких памперсов, и у нас уже эсочка размер, уже мы от 4 до 8 килограмм, мы уже такие большие выросли, в общем, три пачки, потому что они очень быстро заканчиваются, я не знаю, две пачки было на две недели. Купила вторую бутылочку Авента, мы сейчас посмотрим, это побольше, это один месяц плюс, до этого у нас вот такая маленькая бутылочка была тоже Авента, очень классная, он сразу и любит, ничего не выплевывал, но она маленькая, нам уже нужна будет побольше скоро бутылочка, и вот я купила, вот она какая у нас, большая бутылка, мы уже растем, в общем, хорошая, здесь непонятно, насколько капелек, правда, вот эта вот сама идет штука, одна или две дырочки, непонятно, короче, тут не написано, я этого не нашла. В общем, купили вот такую вот бутылочку, и купили вот такую вот сосочку, такая же, как у нас была, в итоге он ее берет, Авентовскую соску, я покажу вам сейчас какую, вот эта вот сосочка, вот у нас беленькая, вот я покажу, сейчас вот она беленькая у нас вот такая вот, Авентовская, на дынчик. Я купила такую же, вот она с колпачком, только голубенькую, ну вот я слышала, что каждые два месяца там их надо менять, как-то, в общем, у нас уже скоро два месяца, будет новая соска у нее. В общем, ее берет нормально. А потом я купила вот такую игрушечку уже, смотрите, у нас уже хваталки, хватают, он уже маму чешет, гладит, трогает, да? Я купила вот такую штучку, значит, вот здесь вот погремушечка, здесь он хватает, но он еще не хватает, только начинает. И погрем, ну и как бы вот эта штука, если он хватает, мягкая, да? То есть он не ударит себя и вот может сколько хочет бить себя, как он любит царапать и бить. Кстати, купила отличный вот такой вот наборчик, но на самом деле я его купила за 250 рублей, по-моему, а можно его купить в аптеке где-то подешевле. Ну вообще, на самом деле, не вот эта нам нужна была расческа, а вот такая вот, смотрите, вот щетинка здесь, видите? Очень хорошо, когда у маленьких хлеба или шелушится вот голова, знаете, когда только начинает формироваться, очень хорошо вот мыть, мы вот все вот это вычесываем, намазываем, допустим, масляцем головку, все это почешем, ему так нравится, и под водой я и даже тоже вот так вот чешу все, с шампунькой все чешу, короче, вот эта офигенская вот такая вот щеточка, очень классная. Есть с натуральной, есть не с натуральной, ну у нас обычная, не натуральная щетина обычная. В общем, клево, нам очень нравится. Потом у нас есть вот таких два геля, вот это нам подарили, бюбхен, у нас вообще все бюбхен, гель бюбхен, молочко бюбхен, под подгузники бюбхен, и мне очень нравится, потому что если у нас вдруг что-то там от подгузников случилось, да, я там вот намазала, в течение прям одного дня уже вечером смотрю, ничего нету у нас под подгузники такое. Ну и вот такая вот шампунька, мы в ней купаемся и головку мою. А это я купила ушастый нянь, не знаю попробовать, потому что у меня был ушастый нянь и есть. У нас чем мы стираем и кондиционер у нас ушастый нянь, нам нравится. В общем, вроде бы нормально, пока никаких нареканий нет по этим всем вещам. Что еще хотела сказать? Смесь. Вот такую вот мы купили, Семилак премиум. Зачем она нужна? Я кормлю сейчас грудью, да, но у нас есть, нам прописали для желудка, чтобы там все нормализовать. В общем, бифидумбак, такие вот бактерии вот эти вот, которые содержатся в кефире там или еще где-то. Но они сами по себе не вкусные, он кривится. И в общем, я ему смешиваю там совсем чуть-чуть именно с этим, потому что я сцеживаться не могу. Это для меня что-то очень страшно, больно, да и сцеживать как будто нечего, не знаю почему. В общем, я купила, но пользуемся уже. Единственное, что это самая маленькая баночка, а срок у него после вскрытия 3 недели. Ну, короче, я буду выбрасывать больше половины, походу. Но так удобно, да. И когда, допустим, куда-то я ухожу, если он сильно-сильно хочет кушать, то тоже очень удобно, чтобы его накормить. Дальше хотела посоветовать. Мы купили вот такие вот палочки. Видите, они с ограничителем. Это для ушек очень удобно и очень быстро чистить ушки, раковины. Ну, не боюсь, да, что я куда-то далеко залезу. Ну, и, соответственно, вот такие вот тоненькие для носика. Очень удобно. У него такой маленький носик. Они в 2 или в 3 раза меньше тоненькие. Лезу прям в носик к нему и достаю его маленькие козюльки. Очень быстро. Вот, что еще хотела сказать. А, девчонки, я купила вот такую, короче, штуку. У кого есть, я думаю, что многие-многие пользовались. В общем, она мне вообще не подходит. Я не понимаю. Многие говорят, что супер горка, она отличная. Вот минусы. Одно дело, я его держу просто, да. Вот я держу головку и все мою. То есть я приподняла головку, там помыла спинку, попку. Все, вот так вот. То есть я его всего вот так вот, вот так вот обмываю. Если он ложится на эту штуку, то уже я не могу пробраться к попе. Она сидит. Спина у него вся лежит. То есть мне его нужно как-то доставать, там, да, и вот так вот приподнимать его непонятно как. И то, соответственно, голова. Ванночка обычно, ну сколько она? Вот здесь вот так вот, да, вот здесь вот так. Хотя она достаточно большая. Неудобно воду вот брать на животик, там, лить, да, вот так вот там поливать как-то. Короче, она занимает много места. А толку вот не пойму какой. И еще вот, допустим, нам полтора месяца, да, он уже ногами упирается. Вот он сидит, например, здесь. Он ногами упирается в тазик и пытается вытащиться. То есть в любом случае я должна его придерживать. Это не такая горка, что ты положил и все, и ребенок никуда не убежит. Ну, в общем, вообще неудобно. Он из нее выпрыгивает, выскакивает. Абсолютно неудобно мыть ему спинку, попку и сзади голову, ножки. Как-то, не знаю. Короче, буду продавать ее. Вот такие вот дела. Не знаю, пробуйте, но я не рекомендую. Если есть у кого-то из знакомых, попробуйте сначала такой, прежде чем покупать. Ну и что еще для деток? В принципе, все вам показала. Сейчас мы пользуемся двумя бутылочками. Это авентовская вот такая, из нее мы там кушаем, вот когда, да, там делаем растворчики. И вот здесь у нас водичка, чико, тоже прикольненькая, нормально. Кстати, еще купили вот такой вот термос. Смотрите, он такой небольшой, здесь на 500, по-моему, миллилитров. В Ашане купили за около 500 рублей. И здесь прикол в чем, что здесь открываешь, кружечка. Здесь очень удобная штучка, то есть open, close. Это тоже открывается. Все внутри железное, то есть воняет, ничего не будет там, ни пластиком, ничем. Ну и вот здесь такой вот механизм. Открыл, закрыл. Очень крутая штучка. Ну это, знаете, всегда пригодится с собой. В общем, небольшой термос для ребенка особенно. Когда гулять идешь, и нужно будет вдруг его накормить. Или самой что-нибудь попить. Вот такой термос. Ну вот и все, покупки для малыша закончились. Если понравилось, ставьте лайк. Если у вас есть какие-то советы тоже, какие-то подсказки для меня, пишите их в комментариях. Подписывайтесь, кто еще не подписан. И советы. У меня обычно советы, которые были, они были для мамочек. А сейчас, так как я рассказала все о ребенке, нам о себе нужно не забывать. И главный мой секрет, наверняка кто-то о нем знает. Меня часто спрашивают, почему у меня такие волосы красивые, шелковистые и так далее. У меня есть один секрет, что когда я мою голову и наношу бальзам или маску, я обязательно расчесываю волосы всегда. Ну и потом, естественно, наношу всякие бальзамы и масла. Но я думаю, что это делает каждый, да, но может быть не у каждого. Такие прекрасные волосы. Попробуйте расчесывать и посмотрите, что изменится. Потому что я думаю, что именно маска или бальзам очень хорошо распределяются по каждой волосинке. И поэтому может быть такой хороший результат. Итак, я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok